всем привет за с ними сегодня видео в общем буду делать варить вернее ковш на мой трактор самодельный понадобился ковшик давно принципе нужен но ковшик я буду делать не кун а именно на заднюю навеску сейчас покажу из чего будем делать вот такой вот такая вернее труба у меня есть по кругу вот из нее я и буду делать ковшик его длина метр пятьдесят четыре будет метр пятьдесят пять за счет туда-сюда как бы не сильно широкий и тут 55 56 также вот есть вот такая пластина вот она лежит это нож от грейзер и и я буду что приваривать вот к одной этой стороне так сказать маленько удлинять ну и заодно это нож довольно такая сталь как говорится крепкая из нее вот я сейчас сделала тут у нас метр семьдесят восемь надо метр пятьдесят пять на ну это сейчас лишним отрежем с того наверно конца здесь тоже вот это надо ждуть будет и будем вот сюда вот на это место приваривать потом пока уже зашивать будем когда уже вот это приварить часть вырежу уже шаблоны по ковшу примерно наверно вот так как-то получится кошечек небольшой будет кошечек и не знаю сколько тут будет полку бы я думаю будет да мне и большой не надо это на жопу будет трактора он вешается потом возможно и на кун он пойдет я давно кун мечтаю сделать но пока не до куна на кун как бы надо не то что много материала ну надо короче даме и кун как бы не особо и даже и хочу его на трактор без передка поэтому лучше на зимой снег вывести там что-то ну ладно это вообще не об этом сейчас короче чем мы делаем сейчас срезаем тут это все лишнее так сказать эту боковину можно было конечно оставить но она кривая поэтому придется эту пластину тоже всю сдуть убрать распрямить тут маленько и уже здесь подогнать делай я попробую отбить эту боковинку немножко распрямить кушечек подготавливать эту часть варить уже начинать нож так сказать там он потом будет подрезаться сейчас немного наклины будут в этот размер делать но спера приварю его так меньше поведет я так думаю хотя его один хрен поведет так что не так то все тут просто будет сейчас ну и сейчас начну помаленку обваривать прихватками прихватываю прихватываю потом боковины начну зашивать так надо тут мне еще кое-что сверху смотреть форму ножа получается ковша да нормально это он набираться выполнен как положено наверное слегонца так вот такой вот красавый шов получился 3 3 3 3 с этой стороны еще красивее оба лентам забыл заводить не елки-палки ладно шутка это корень не провалил так сказать щели заплаял сейчас обстукивать она вот эти этот металл хреноваста варится отрывает вот тут даже меня оторвало сейчас тут наверно начнет остывать еще начнет рвать сейчас обстучу и шлаку здесь положу его ковш лежа и буду прожаривать прям конкретно его надо от металл очень хорошо жарить его проварил я властин вы правда таким танковым швом были в этот шок у меня получился за того что мне пришлось эту пластину я уже почти все доварил мне пришлось еще раз газом все отрезать и там уже потом кривовато получилось плохо подогнал а почему я слезала я сейчас покажу где-то все короче когда я все приварил уже можно сказать осталось 30 сантиметров середине как оказывается труба сама резана немножко видите конусом и пластину меня тоже конусом и меня умудрился же приварить именно широкую часть к широкому как части этого ковша сейчас в принципе даже ничего не надо бы подрезать тот конец даже чуть-чуть шире получается чем вот этот так я оставлю короче кошмей сейчас выровнялся сам по себе видно на что идет по параллельно все сейчас мы наше действие тащим часть железо вырезаем боковины начинаем варить бокалин знаю на вторую палец этого листа бокалинки варю четверки но они усилятся как он подрезну этот нож я усилю впереди на пластили он есть раскрою их на томе такие же пластили но узкие полоски сделан чтобы пока тоже резали пока что признаки конечно это же ковш ковша должен все подрезать сейчас я прихватываю места касания есть потом подъем а 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 боковинку, маленькой здесь обобью шлак, завариваем сейчас вторую это место, где будет завариваться Продолжение следует... Продолжение следует... Доварили эту... Не стало пока ничего обрезать... Завтра будем вырезать усилители сюда... Короче, доварим завтра ковшик... И сегодня уже хорош... Начал я варить боковинки... Вот такой... Положки металла... Сейчас здесь проварю шов... И здесь снизу проварю шов... Здесь немножко лишнее уберу... А что там расплавится... Маленько... Короче, провариваю... И, грубо говоря, ковшик у нас будет уже почти закончен... Начнем варить уши уже... Но это будет уже в другой серии... Я так думаю... Ну все, заварили мы ковшик... Вот такой получился... Кошечка... Тяжеленький собака... Немал не маленький, да? Адрианчик... Повел сильно наинтересно... Но здесь не было... Вот здесь вот... Есть немного, да? Немножко... Вот здесь... До хрена проваривал... Круто новое его... Ну-ка, боковинки повело, нет? Боковинки вроде нет... Так, чуть-чуть... Пару взмахал волшебное молоточко... Под названием хвалды... Нормально... Так... Ну и что? Вот он ковшик... Вот такой он примерно будет... Хорошо он будет, да, резать? Набираться будет полно... Интересно мне... Вот что интересно... Да нет, наверное... Ну-ка, подай, выключи... Так, ну все... В принципе, мы доварили... Что хотели, у нас получилось... Не знаю, какой объем у него будет... Метр пятьдесят пять... Блин, а так сколько? Забыл, померить... Ну ладно... Не важно... Я там в начале видюхи говорил на сколько... Можно, в принципе, его объем посчитать... Кстати, в нем у меня тут есть мысля... Я их видел видюхи... Сделать такую крышку туда сверху... С гидромотором... И типа вала со шнеком... И можно в нем раствор замешивать... В этом ковше... Так, ну а сейчас мы начнем... Делать... Подготавливать... Уже... Крепление... Самого ковша... Но тут нам кура надо... Трактор будет надо подогнать... Да, лучше... Хотя, в принципе, что там на тракторе особо рассчитывать... Короче, будем сейчас рассчитывать какую длину рычагов... Но это вы уже увидите в следующем видео... Это давайте мы закончим... Заходите в борт журнал трактора... Там будет... Заходите также в плейлист моего трактора... Комментируйте... Оценивайте... Ну и ждите продолжения... А на этом всем спасибо за внимание... И до свидания... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова